Ну что ж, поехали. Ого. Та самая тема из оригинальной Contra. Настройки. Новинка Contra, операция Галуга. Сделанная по канонам, по лекалам. Старой доброй Contra. На самом деле Contra впервые появилась вовсе не на Nintendo Entertainment System, не на NES, не на Dendy. Она появилась, вообще говоря, изначально на аркадах автоматов. И она там вообще по-другому любит. Так, размер шкалы здоровья. Стеклянный шляп. Билл и Лэнс. Ну давайте заценим, что это за Contra такая. Что она вообще из себя представляет. А, Галуга это архипелаг. Ё-моё. Обновленная графика. Даже сюжет какой-то прикрутили. Хотя в оригинальной Contra он тоже, кстати, был. Пробежимся по водным заданиям. Как вам известно, террористическая группа красных соков наносит ограниченные удары по всему миру. Мы подтвердили информацию, что они обосновались на крупнейшем острове Галуги, после того, как в этом же году там упал метеорит. Федерация немедленно отправила армию GX, которая неподалеку проводила учения. И им сопутствовал успех, пока три дня назад мы не потеряли с ними связь. Ты шутите. GX это сильнейший отряд армии Федерации. Выскочки с периферии никак не могли их одарять. Пока подтверждений нет, но стоит предполагать худшее. Судя по всему, красный сокол сильнее, чем вы думали. Кстати говоря, у нашего научного отдела тоже тревожные новости. Доктор Дрейк... Кстати, это тот самый... Но это вообще не тот доктор, который был в Contra-Hard Corps в секторе. Межзвездная спутниковая сеть обнаружила гравитационную аномалию. Что-то испускает настолько сильные волны, что они облетают планету кругом. Координаты источника указывают прямо на архипелаг Галуга. Что дает нам повод считать, что красный сокол разрабатывает гравитационное оружие. Люсия. Ну вот ее я не помню. Гравитационное оружие. Федерация запретила его десятилетия назад. Верно, Лэнс. Нельзя, чтобы подозрительная мощь попала в нефти руки. Это еще что за Хенриксон? Кто это такой? Столько персонажей вообще, и все они не нужны на самом деле. Хенриксон Индестриз. А, так он что-то типа Павла Дурова. Молодой, богатый, с корпорацией. Показания приборов совпадают с излучением компонентов гравитационного оружия. Даже просто его неправильное хранение может вызвать тектонические сдвиги, нарушение климата и, в худшем случае, образование черной дыры. Билл, Лэнс, учитывая ситуацию, думаю, не надо объяснять, почему Федерация вызвала наш отряд НПЗ Контра. Ваша основная задача сразиться с войсками Красного Сокола, найти источник этих гравитационных волн и обезбедить его. Вообще, очень похоже на сюжет Контра Хард Корпс, где Метеорит принес с собой инопланетян и вот эти вот повстанцы или кто-то, короче, террористы, они начали захватывать этот регион для того, чтобы как-то взять под контроль эту инопланетную силу, технологии и так далее. Если возможно, найдите армию РЖЭКС и сообщите об их текущем состоянии. Неподалеку от зоны высадки находится крепость Красного Сокола. Проникните на базу и захватите их лейтенанта. Его допрос поможет определить наши дальнейшие действия. Боже, что мой. В Контре, чё, когда-то кого-то надо было захватывать, всегда надо просто было всех убивать. Далекое убежище, пропавшие суперсолдаты и оружие судного дня. Хелло, фрайдэй. Типичная пятница. О, игровой движок пошли. Так, это уже игра, я так понимаю, да? Так, какое тут управление? О, дэш есть. Кстати, дэш... Как в этом. Как в Counter Hard Cops, если помните, там был такой слайд. Но он не совсем на удобнику промывал. Блин. Некоторые солдаты умирают. О, музыка. Жаль, что ее так плохо слышат. О, музыка. У нас получается огнемет, как в Counter Hard Cops. Что ты? Прикольно, что наш партнер на другой части 2022. Это, кстати, прикольно сделано. а я могу не слышать что такое это стройка 1 это все три по моему числу так спринган ну вот это совсем не по контровски что рядовые противники умирает не с одного попадания то есть в контре всегда было с одного попадания но я узнаю да да это новая игра вот она совсем недавно вышла жаль что музыки почти не слышно вот так выглядит птичок кстати выглядит неплохо но но мне кажется что то как то вот динамики вообще не хватает он как будто знаешь знаете а а а а а а некоторые кстати смотрите типа граната убивается но и а а перегрузку дедаль 2 а а а чё а а зачем эти механики нужны ё-моё какая перегрузка вообще зачем это нужно ну короче говоря смешанные чувства выглядит прикольная игра но ё-моё чё-то она слишком как-то ооо наводяжки даже есть чё-то она как-то слишком такая медвитель а это наш помощник и вот эти вот разговоры они прям динамика убивает с одной стороны да ты чувствуешь что это кондр и все такое но блин с другой стороны такое ощущение что это очень с этим оружием переключением оружием это не очень удобно лазер не кажется сильным а Ааа, здесь двойной прыжок есть, ё-моё, даблджамп есть. О, смотри, это. Это база из первой игры. Ааа, и третья база, кстати, а эту базу я узнаю. Это база из Супер Си, но только она, блин, не обладала такой фигнёй. Вообще-то так всё наворочено, капец. Ну, 3D-шные, модельки-то 3D-шные все. Как-то я... Вот, с одной стороны, это, типа, та же самая Contra, но с другой стороны, она вообще ощущается совершенно по-другому. Особенно вот эти сюжетные заставки. Сокол, конечно, поднял тревогу, но пока мы не видели ничего неожиданного. Прошу прощения, командир, но нам надо обсудить нападение на вертушку. Да, это точно. Почему наши датчики не засекли их ракет? В этом всё и дело. Это была не ракета. Что? Чем бы оно ни было, сканирование указывает на наличие ограниченной органической материи. А, ну это инопланетально. А что это значит? Это значит, нам будет о чём расспросить главаря, когда мы его найдём. Что приказов? Да, блондинчик такой, типично тупой, мускулистый мужик, который не привык что-то спрашивать, а привык просто стрелять. Продолжайте задание, захватите лейтенанта Красного Сокола для допроса. Мы сообщим, если что-то выясним, конец связи. Ну ладно, допустим. Тап 2, база. А, кстати, я могу выбирать одного или другого. Причём между уровнем. На хавербайке поиски будут пойти, пойдут быстрее. Разве эту модель не сняли с производства? О, хавербайк, кстати. Хавербайк, между прочим, он из Конта Харко. Из Конта Харко. Из Конта Харко. Это когда мне такие ракурсы были. Продолжение следует... 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 Не знаю, что-то мне не очень кажется удачным этот ремонт. Ну, или что это? Продолжение. Райзер вызывает штаб. Прием, небольшая новость. Лейтенант превратился в какое-то чудище. Штаб слушает вас, майор. Похоже, красный сок использует биологическое оружие. С другой стороны, мы нашли их центр сбора данных, и ЛН сейчас его взламывает. Ты перебарщиваешь. Если у кого-нибудь в штабе есть предложение, то я не откажусь от помощи. В чем постоянно с ножом этот плейс? Так, взлом выполнен. К северу от вас, сразу за деревней, находится еще один комплекс. Судя по этим данным, там лаборатория. Другого такого шанса выявить. Выяснить что-либо о гравитационных волнах может и не быть. Деревня? Там же нет верзанских, верно? По официальным данным, мы их эвакуировали после метеоритного дождя. Но мы уже знаем, что отчет довольно не точен. А, ну я так понимаю, судя по тому трейлеру, еще две бабы присоединятся к команде. И, наверное, вот как раз-таки одна из них, это та, что была в заставке. Неизвестного оперативника, вы там не одни. А, вот, мы будем осторожны. Как бы то ни было, мы пойдем в ту деревню с общим, если найдем что-то необычное. А какой смысл идти вообще в деревню? Идет. Очень странная тема. А, деревня это... да, миссия из Супер Си. Ну, миссия джунглей. Я все забываю, что у них есть этот двойной прыжок. Короче, у Дэша нету инвула, в отличие от слайда из контр-харт-кор. Я хотел поменять. Я хотел поменять. Ну, и, кстати, это так же и похоже на первую миссию Супер Си. Кстати, на заднем плане там кто-то бегает и стреляет тоже. Очевидно, это как раз какие-то самые женщины, которая станет еще одним бойцом. А, вот. Мне нравится, что наш бегает такой, эй, ты, малявка, ты там, типа, жительные задели, а, и сразу сдох сам. Блин, лучше бы они не разговаривали во время боев, во время этой миссии. Так отвлекает, капец. Ах, они сказали, что пинята! Это в оба хрятства разные. Тоже похож на лопа из пятой миссии. И шестой. А, из пятой. Обычный. Первый. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то я не помню, чтобы в оригинале, знаете, бойцы этого отряда называли себя Контра, это во-первых, а во-вторых, чтобы они были настолько болтливыми. Контра... Продолжение следует... Продолжение следует... О, и уровень перерастает в уровень... Третий уровень водопадов... Ммм... В этом... Уровень водопадов в... Контре на Нессе... Да, даже камни эти... Но они появляются просто из ниоткуда... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... блин вот господи какое тупое решение здесь с оружием я просто я просто этого не понимаю чудо бред вы кретины как вы могли такой такой херню сделать что чтобы оружие ну так тупо просиралась капец идиотизм полный я считаю конечно ностальгия все это классно но блин все-таки механики нормальные делать надо чтобы они работали как положено а слушать я здесь что-то какая-то фишка есть с двойным лазером смотрю лазер двойной стал его отливается от этих камней что ли или что что-то какая-то фишка и здесь есть ну блин ну камон прям нахуй кла а и Ау, блин. Вообще, такое чувство, что они пытались здесь Bullet Cell больше сделать, нежели ту контру, которая была. У меня еще и последний ПП осталось. Ну прикольно, они сделали на самом деле вот то, что... Такие хитрые на стерегические нотки. Я не ожидал этого. Просто с последним КП. Так, рука все равно, блин. А я думал, я отстрелил ему руку, все, ну типа можно ее не бояться, а она все равно бьет. Ё-моё. Я этого не знал, блин. Ну, камон, все заново. Капец, я так далеко, я так далеко. Все заново, просто. А, нет, не все заново. Только с Ур, начиная с водопада. Ну, тогда, ну. А, тогда нормально все. Ур, начиная с водопада. То есть, есть какой-то второй уровень оружия. Так, не знаю. Так, я иди. Ур, начиная с водопада. Ваши не забыли. Ур, начиная с водопадом. Вот так. Вот, да, и вот я четырьмя пули настидаю, а не тремя. Слушайте, а это интересная стратегия, то есть в том плане, что можно собирать таким образом оружие, буквально одно и то же оружие собирать, для того, чтобы пока что тебе интересно, что было в свой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Главное оружие какую-нибудь пункту не взять. Потому что вот эта эска, ну, уже гораздо более эффективнее, чем предыдущая модель, чем тройная. Все-таки зона поражения большая. Даже не хочется ее терять. Так, всего два уровня. О, слушайте, а лазер-то эффективен очень даже. Так, всего два уровня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чё-то какой-то он под конец, не знаю, вот тут много огней, фигачит. Всего оружия потерял, к сожалению. Что на чертовщина? Создание пришедшей из космоса, я пыталась вас предупредить. Ариана, мы её в заставке видели, кстати. И я так понимаю, что сейчас можно будет в неё играть. Мелкая. Что ты делаешь здесь совсем одна? Ариана. Мой народ тысячи лет защищал этот остров. После того, как упали метеориты, деревню атаковали. Я взяла на себя священную миссию моего племени. Так смешно это звучит, она там из какого-то древнего племени и ходит с пушкой тут. А потом тот человек, Варанис. Не человек, конечно. Существо, прибывшее в ту ночь из другого мира. А-а-а-а. Такое из-за планетян. Он направляет солдатами красного сокола так, словно они лишили собственной воли. Дойл, вы это слышите? Слышу. Командир, это та ситуация, в которой мы опасались. Я продолжу своё расследование на местности. Принято, Люси. Постарайся связаться с нашими фонтрах, как только прибудешь на место. Где сейчас Варанис? Он слишком быстрый, я потерял его во время восхождения. Если-то больше уродливое чудище вылезло оттуда, то кто знает, что ещё может случиться. Райзер прав. Пока ваше задание остается прежним, постарайтесь найти в лаборатории любую информацию о гравитационном оружии. Я тоже пойду. Уверена? Там будет жёстко. Кит. Они её называют Кит, ребёнок. Здесь небезопаснее, так что у нас нет выбора. Но не спускай с неё глаз. Рэй только закончила учёбу, а ты уже удочеряешь новую девчонку. Рэй? Расслабься, папаша, дядя Билл знает, что делать. Нельзя тереклинировать. А девчонка права. Да уж. Выжившая на острове Ариана присоединяется к отряду. Также её можно выбрать в аркадных режимах. Ну, давайте посмотрим. Вряд ли она чем-то отличается от них, но всё равно. Я так понимаю, всё-таки здесь кооп есть на четверых, то есть можно в четвером играть. То есть ещё один персонаж женский персоединится. Начало этого уровня похоже на контр-хардкорд уровень с хакером. А, ну это на самом деле седьмой уровень, седьмой уровень оригинальной контр-хардкорд. Во, у неё как раз-таки есть слайд. То есть это не дэш, не тот говёный дэш, это слайд. Слушайте, так у неё не то, что... В воздухе этот слайд у неё вот так вот... Ммм... Это интересная, кстати. То есть всё-таки по способностям она чуть-чуть отличается от этих двух мужланов. Ну, жланов. Пожди-ка, я никак забраться не могу. Мне казалось, что он был хранат. Блин, напрыгнуть? А-а-а-а, вот и цешка у неё меняется, кстати. Всё, всё, понял. Так, давайте попробуем использовать слайд. Он бьёт вообще? Ну, наносит удар. Да! Слайд наносит удар. У неё, короче, меняется свойство... Свойство оружия. Ну, мне нравится, что у неё есть новый навык. Блин, ай, потерял. Всё, не могу привыкнуть, что надо... В последний момент переключать оружие, для того, чтобы сохранить старое. Не могу я к этому привыкнуть. Очень удобное управление. Да, вот эти вот монстры из Сеговской версии. Ну, отец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такое чувство, что вся игра построена на том, чтобы сделать, ну типа, ностальгический элемент, что мог. Ой, этого босса мы видели в том уровне, то и контры там. Этот уровень мы видели там в то и контры и так далее. Вот такое чувство, что все на этом построено. Чисто ностальгическая такая игра. Чисто ностальгический элемент, что это мары. А, кстати, они меня не бьют. Они меня тащат на себе. Вау. Я только сейчас это понял. Вот. Тащат и убивают уже где-то в логе. Да что ты, блин. Тащат и убивают. а Да что ты? Аааа, ко всему прочему у неё в отличии от мужиков 2 КП, ну это вообще того не стоит. То, что слайд то конечно у неё классный, но это вообще не стоит того, что у тебя минус 1 КП. Аааа... Мусьяка... Каааа... Блин, все эти пули, все это летит куда-то не туда. Нет, нет, девчонка, это не вариант совершенно. Ааа, я не могу сменить, блин, я ее выбрал, я не могу ее поменять. Особенно с этими комарами, которые тебя... Я не могу сменить, блин, я могу сменить. Все эти музыкальные темы, конечно. На них, ну, они звучат не так, далеко не так. Но все равно узнаваем такие вещи. Блин, ну как-то. Да что ты! Я не могу сменить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ой, 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 ой. О, что ты? О, что ты? О, что ты? О, что ты? ну вот когда мужик берется берем музыка тогда вот видите как все сразу полегче стало а потолок и Что ты не подыхаешь, солдат? Вот конкретно на этом уровне все-таки нужен дэш вот этот вот. Именно горизонтальный. А не тот, который там типа вниз тебя спускает, как у девчонки. Здесь именно горизонтальный дэш решает. Поэтому этот уровень вообще для женщины не предназначен для женского персонажа. Окей, команда, я на сайте. Просто нашел вход. Какая ситуация? Уже? Не знал, что ЭМС на высокотехнологичном транспорте может сломать Ред Фауфтон. Хе, Дойл за тебя держит. А что ты думаешь, Остер? ЭМС не. Экспло, на другой стороне. Экспло? Ты урис, Редейзер. Так что, что это? Это просто твоя сторона? В самом деле, ты можешь создать Экспло-инитативу для твоего контр-юнита. Мы называем все. Кстати, именно ОНА пробирается на базу. А не... Варанис. Варанис. Я боюсь, что я не могу сказать. Но Варанис возникает инсталларную опасность к нашему планету. Экспло-инитативу для твоего контр-юнита. Экспло-инитативу для того, что мы все здесь, помнишь? Время возвращаться к мини. Да, мы вроде бы у нас тоже есть руки. Экспло-инитативу для твоего контр-юнита. Аааа... Да, come on. Блин, да, сверху, снизу, все, летит. Со всех сторон. Вот реально, игра превращается больше не в Run and Gun, а в Bullet Hell. Что? Субтитры сделал DimaTorzok 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 а да что так ай-яй-яй-яй ну что за херня блин не а а а и а а но а а а блин отцепись от стены ты что я Против босса надо что-то дальнобойное иметь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Не, все Капец Что-то мне это вообще не нравится Совершенно Сначала, ну конечно, первое время прикольно Ну, ностальгия, все такое Но чем дальше идешь Чем хуже игра становится просто-напросто Не той динамики нет Что в оригинальной контре И как бы здесь вообще просто все на Bullet Hell основано И все, все снаряды, они все сливаются В одно, просто графика Ну, ужасно в том плане, что Здесь нету Вот есть это непонимание То есть, что в тебя прилетело и откуда Потому что в Bullet Hell Очень важно, чтобы видеть Снаряд, который в тебя летит А здесь такого нету, здесь ты просто не видишь Откуда что летит, это капец Нет, игра совсем не моя